Друзья, всем привет из Сочи. Сегодня 27 июня 2019 год. Погодка пасмурная, но дождя так и нет. В общем, когда в Москве холодно и дождь, в Сочи тепло и пасмурно. То есть погода портится. Значит, сегодня поговорим. Видите, я наделал футболку сборной Испании. Подарил мне один испанский футболист в прошлом году на чемпионате мира. Здесь был, вернее, болельщик. А я ему свою советскую, русскую, отечественную. Значит, разберем сегодня два матча. Испания-Франция и Германия-Румыния. Очень интересные предстоят противостояния в этих двух парах. Начнем, наверное, все-таки с Испании-Франции. Сейчас просто пробегусь по сетке. По традиции я, как всегда, оглашаю свой прогноз в начале. То есть Испания-Франция, обе забьют мой прогноз. Германия-Румыния тоже обе забьют. Но, скорее всего, ставка... Ну, я поставил пока что победа по желтым в Румынии. Просто надо повнимательнее посмотреть. Вообще подоплеку все. Это не так просто. Во-первых, это 21 год. Это еще не мужики, но уже и не юноши. Поэтому вот смотрите. На что я хочу обратить ваше внимание. Франция играла 24-го числа, то есть 3 дня назад. Играли с румынами. Я не могу сказать, что это был тяжелый матч. Там была предсказуемая ничья, потому что она устраивала обе команды. Испанцы играли аж 22-го. То есть у них было 4 дня на восстановление. Испанцы победили Польшу 5-0. Вот практика показывает, когда команда забивает 5 голов в следующем матче. Сушняк. Вот я здесь ожидаю от Испании максимум 1 гол. Ну 2-2 это прям потолок. Ну кто хочет рискнуть, берите. Ну а Франция наоборот. Если был Сушняк. Вот Франция 0-0 с Румынией. С Хорватии 1-0. Понимаете, с Англии 1-2. То есть Франция очень разумно подошла к играм в группе. Экономно на классе обыграли Хорватию и не кого-нибудь, а саму Англию. Вот. И соответственно у них патронов-то еще много. Так что я ожидаю здесь от Франции голов больше, чем от Испании. А теперь просто посмотрим коэффициенты. Соответственно, если Франция забит больше голов, она должна побеждать. Вот смотрите, на Францию дают 3,50. А на Испанию 1,90. Я послушал, конечно, других каперов. Я их слушаю. Вот Юлия Капер сказала, Форо 0 на Испанию. Ребят, ну... Понимаете, лучше уж... Если вы думаете, что будет ничья, берите Форо 0 на Францию. Я думаю, здесь преимущество на стороне Франции. Вот не знаю, вот мне почему-то кажется, что Франция. Теперь посмотрим, сколько дают на обе забьют. Обе забьют 1,67. Ну, в разных конторах по-разному. Проход. Вот смотрите, на проход Франции дают 2,50. На проход Испании 1,50. Я думаю, что с этим матчем мы закончили. Давайте в следующей Германии, Румынии. Понимаете, вот это юношеский футбол такой, юниорский. Да, юниора, по-моему, до 23. Здесь очень большой фактор. Это психология, мотивация, настроение. Ребята молодые, гормоны играют. Они бегут. Вот пошла игра, они всегда помчались, побежали. Вот как украинцы взяли чемпионами мира и стали до 20 лет. Например, да. Вот здесь я на Румынию, знаете, что поставил? Победа по желтым карточкам за 1,65. Вот румыны очень много фалят. Они получают много желтых карточек. Если вы собираете какой-то длиннющий экспресс, вот прям смело берите двойной шанс по желтым карточкам Румынии за 1,20. Вот игра начнется, вы увидите, что румыны будут фалить, 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 фалить. Без конца, без край. То есть победа по фалам Румынии – это 100% над Германией. Несмотря на то, что у Германии традиционно играют там сборный мир, то есть там какие-то негры бегают, какие-то папуасы какие-то, не знаю, из Африки, со всего мира иммигранты в Германии играют. В Румынии играют только румыны. И вот Пушкаш, я не знаю, был такой великий футболист, да, Ференц? Он был венгр. Может быть, даже Пушкаш – этот венгр. То есть Румыния очень сильно, на самом деле, традиционно была всегда командой, потому что, ну, это бывшая Австро-Венгрия, там перемешались тоже все. И Русины. Русины – это бывшие украинцы, которые вот… Когда в Австро-Венгрии вот они все жили, да, украинцев называли Русинами. В общем, кого там только нету, да. В общем, молодцы. Я еще помню Стяуа. Стяуа переводится, по-моему, армия. Это в 86-м году, когда еще был социализм, Румыны Стяуа играла в финале, не с кем-то, а с Барселоной. В 86-м году. Финал. Не Лига чемпионов, а назывался-то Кубок Европейских чемпионов. Они выходят в финал. Румынская социалистическая страна. Бодаются с Барселоной. Основное время в ничью начинают бить пенантии. И вратарь. Стяуа отбивает 4 пенантии. Ребята, 4 пенантии он отбивает не от кого-нибудь, а от испанцев. Там мировые звезды. Но испанцы тогда не были ни чемпионами мира. Ни Европой, ни... Ну, сильно, очень сильно... В общем, Дукадам, по-моему, звали Вальтер Дукадам, если не ошибаюсь. Он отбивает 4 пенантии. Стяуа побеждает. Станет собладателем Кубка Европейских чемпионов. И организаторы дарят автомобиль. Вот этому Дукадаму. Сын Чаушеску. Тогда диктатор был Николай Чаушеску. Его сын забрал автомобиль у этого. Поломал ему все пальцы прикладом от ружья. И на этом практически закончилась карьера Вальтер Дукад. Потом Чаушеску убили. Когда был переворот в 89-м году. Поймали вместе с женой, с Еленой. Убили повстанцев. Вот такая грустная история. Что касается Германии, Румынии, кто победит. Я просто хочу сказать. Смотрите. Вот напрашивается. Победит Германия, победит Испания. Но это футбол. За что мы любим футбол? За то, что непредсказуемо. Вот это очень просто. Взять победы Германии. Вот сегодня там Бразилия, Аргентина играет. Тут там Бразилия играет с Парагваем. Просто победа Бразилии за 1.20. Скорее всего, да. Аргентина играет с Венесуэлой, по-моему. Тоже просто победа Аргентина. Тоже 1.20. Но там мотивация. Там Латинская Америка. А здесь Европа. Здесь немного все сложнее. Понимаете? Поэтому просто брать победы Германии, просто победы Испании я бы не стал. Не стал бы рисковать. И там, и там возможны сенсации. Вот я вполне допускаю, что Германия-Румыния ничья в основное время. А там, может быть, даже румыны захотят довести до пенальти и по пенальти победить. Но я вижу упорную борьбу в обоих матчах. Я вижу, обе забьют. И там, и там. И я вижу, что... Ну, можно не брать обе забьют, потому что это рис. Да, можно взять просто полтора больше, полтора больше и там, и там. Это если в экспрессе, да, это маленький коэффициент. А вдруг 2-0, 0-2. Вот всякое вот в футболе, ну, такие чудеса происходят. Вот, вот, и поэтому я еще раз повторю, что немцы тоже, вот сколько они настреляли в последнем матче? Да нисколько. 1-1 с Австрии, но перед этим 6-1 с Сербии. Понимаете? 3-1 с Данией. То есть, достаточно много патронов они потратили. Вот. Румыны, да, отгрузили 4 англичанам, 4 хорватам. То есть, 8 голов отгрузили. Перед этим здание 1-0 товарищеские. Испании проиграли 1-0 товарищеские. Это было в этом году весной. Немцы 2-1 товарищеские у Англии выиграли. 2-2 с Францией. Вот смотрите, у Германии в последних 5 матчах проходит обе забьют. У румын обе забьют проходило всего лишь в 2-х матчах из 5-ти последних. Возьмем больше матчей. Вот у Германии, да, дальше начинается проагал такой. То есть, в 6-ти последних матчах обе забивали. И потом из 4-х матчей только в 1-м обе забьют. Но это тоже было евро. Поэтому ОЗ это ХЗ. Хрен его знает. Береженого Бог бережет. Ну, а молодежка, они бегучие такие. Они любят бежать, забивать. Играют с открытым забралом. На бордаж бегут в рукопашную. Мне очень нравится Румыния. Я очень симпатизирую вообще этой стране. У меня и жена одна. Одна из жен была молдаванка. Бегущие очень такие. Они скоростные, атлетичные. Прекрасно помню матч Аргентина-Румыния в 94-м году. Еще Марадон наиграл. Ка Ниджо, по-моему. Марадон уже заканчивал. Его дисквалифицировали за Кокаин на этом чемпионате. 2-2 они сыграли. Там феерический просто матч. Каждая атака – гол. Потом команды закрылись. Поэтому вот эта СТЯО, когда в 86-м году выиграла у Барселоны, они играли за суперкубок с киевским Динамо. Киевский Динамо тогда выиграла кубок кубков у Атлетика. 3-0 в финале. Причем играли в Испании. И в суперкубке, я там, по-моему, в декабре был или в ноябре проходил. СТЯО выиграла. Они просто перебегали. Представляете, что такое перебегать Динамо-Лобановского? Румыны перебегали Динамо-Лобановского. Я просто офигел. Они делали забегания, перебегания, какие-то обгоны там, загоны там, навесы, прострелы по флангам. Вот и все. Поэтому, если кто-то хочет, вот я просто хочу предупредить, если кто-то хочет грузануть на Германию, не надо. Если кто-то хочет грузануть на Испанию, не надо, ребят. Ладно, всем удачи. Так, заболтался. Длинные прогнозы у меня. Я знаю, что люди соскучились по моим прогнозам. Я вчера составил экспресс. У меня он зашел. Пять событий. Тринидад и Табага. Значит, полтора больше я брал. США, Панама. Просто победа США. Вот. Могу, кто не верит, сегодня вечером пойду в фанбет. Сниму и выложу еще раз. И перед этим экспресс тоже я составил. Тоже он весь зашел. Но я их продаю. То есть, у меня заходят два первых события. Я продаю. Ну, вот у меня такой я дурак. Ну, они все зашли. Но составил я их правильно. Ладно, ребят. Подписка. Лайки. Играем осторожно. Не ставьте большую сумму. Матчей еще впереди очень-очень много. 7 июля начинается ФНЛ в России. 12 премьер-лига начинается в России. Будет столько матчей. Ждем еще прогнозов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.